Сейчас еще один маленький подарок, который, мы надеемся, Артур увезет с собой из северной столицы. Это статуэтка, приз. Сегодня еще можно будет их увидеть. Первый мы хотим вручить, это самый первый приз нашей ассоциации. Павлов с собакой за научный вклад в дело развития когнитивно-поведенческой терапии и почетная грамота. Это символически отражает нашу часть, корни и истоки когнитивно-поведенческой психотерапии и связь через вас в развитии и эволюции этого направления. Спасибо большое. Спасибо. Once again, I'm grateful and overwhelmed, and I can assure you this will hang in a very special place in my office. And just looking at Pavlov and his dog, makes me want to salivate. У меня уже слюна выделяется от одного взгляда на собаку, его Павла. Спасибо. Спасибо. Это будет хороший повод для следующих наших встреч, дискуссий и уже определилась тема. Вы видите, насколько она серьезна, активна и глубока. Позвольте, Андрей Владимирович, вручить вам карту почетного члена нашей ассоциации. Хоть вы и отошли сейчас от активной терапевтической деятельности, но вы видите, что оказываете на нее влияние не только как голос Эриксона, который остается с нами, но и как новые веяния в методологии, в науке, и я уверен, что это тоже новое слово отзовется четвертой волной когнитивно-поведенческой терапии. Будем надеяться. Спасибо большое. Мне это очень приятно. Мне дали Павлова с собакой. Уже упоминавшись, Иван Петрович. Да, с культурой. С почетной грамотой. За вклад в развитие и отечественной когнитивно-поведенческой терапии в том числе. Спасибо большое. Мне очень приятна такая оценка. Я хочу вручить Снежане Александровне новую карту. Она уже давно является членом нашей ассоциации и лидером нашей ассоциации, но теперь она официальный лидер mindfulness и руководитель такого направления в нашей ассоциации. Спасибо огромное. Что уже произошло некоторое время назад, но мы решили торжественно еще раз это повторить и воспользоваться этим моментом. Кроме этого, Снежана Александровна занимается у нас и социальными проектами. Один из них очень мощный, очень эффективный и очень интересный, творческий. Это был проект «Стоп суицид». Многие здесь сидящие в нем даже приняли участие, руководители наших отделений, психологи, психотерапевты разных регионов. Поэтому мы хотим поздравить и поблагодарить Снежану Александровну вручением премии за вот такую деятельность, за международный проект нашей ассоциации и социальный проект, очень резонансный, который, я уверен, будет дальше расти и помогать людям превенции суицидального поведения и его профилактике. Спасибо огромное, очень-очень тронуто, очень неожиданно и приятно. И в свою очередь хотела сказать, что этот проект, который мы запустили по превенции суицидов, его рождение, наверное, два года назад здесь, в Теллионе, когда была Дона Судак и ее муж Говард, который связал нас с представителями Американского фонда по превенции суицидов. Так получилось, что я оказалась буквально через две недели в Нью-Йорке по рабочим делам и мне удалось встретиться с этими людьми, кто возглавляет фонды. Таким образом, появился наш проект, но, безусловно, ничего бы не получилось без нашей команды и без поддержки регионов. Поэтому, пользуясь случаем, всем огромное-огромное спасибо. Я надеюсь, что мы только будем укреплять и развивать дальше наш проект. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас позвольте вручить премию в перерыве между нашими докладами. Маленький технический перерыв для вручения премии Черниевой Татьяне Владимировне из Новгорода, нашего близкого во всех смыслах города, за социальный проект, о котором мы уже говорили, СтопСуицид, за максимальное количество охваченных не просто вниманием, а большой любовью, заботой и реальной помощью на протяжении длительного продолжительного времени тем людям, которые страдают суицидальным поведением, страдают по поводу суицидов близких. И у Татьяны Владимировны большой опыт такой помощи, потому что это не только лица с суицидальным поведением, но это и сложные подростки, и любые люди с проблемами, которым уже много лет Татьяна Владимировна помогает. Поэтому мы хотели это отметить на нашем торжественном мероприятии, на нашем съезде и подчеркнуть вот такие выдающиеся заслуги Татьяны Владимировны и поблагодарить ее за эти усилия. Я вас благодарю, потому что место, где я живу, у нас очень мало психологов и очень мало таких психологов, как вы. И сегодня мой мозг, он настолько напитался, ну и настолько он порадовался, что я отвезу в Новгород все эти радости. И благодарю вас и счастье, что есть такая ассоциация. Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Ну, вы видите, дух четвертой волны не просто витает. он так материализуется, он так материализуется и уже выстраивает такую определенную мозаику. Спасибо. Ну, следующая карта тоже в виде апгрейда вручается Надежда Александровне Клепиковой, которая также уже была членом нашей ассоциации, а теперь является еще и руководителем направления «Псистарт». Это помощь молодым специалистам, такой волшебный пендель для них, для их качественного развития, и мы благодарим за такую активную работу и вручаем премию. Прошу озвучить. Премия вручается именно за внедрение принципов КПТ в организацию этого направления, потому что само направление посвящено развитию специалистов, молодых специалистов и их базовых компетенций. Не компетенций КПТ-терапевта, а просто базовых компетенций психолога, психолога-консультанта. Но как это сделано, как организовано, может быть, только с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Коллеги, я очень взволнована, потому что это моя первая награда и премия в области психологии, психотерапии. Для меня это большая честь сейчас ее получить. Я просто старалась сделать то, что когда-то было важно для меня, получить хорошую практику, получить какую-то эффективную обратную связь, как мне быть, что мне делать в этом процессе, в котором начинающие специалисты обычно очень растеряны. Ну и для меня честь быть в ассоциации. Я здесь нашла, во-первых, реализацию своей идеи. Также встретил очень много душевных, теплых людей, с которыми у нас такие прекрасные отношения, чему я отдельно радуюсь. И также хочется отметить, что очень рада была видеть на съезде уже моих участников этих групп. Спасибо вам большое. Очень рада. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Спасибо. И также, как говорится, нашего полку прибыло. Давайте поздравим, поприветствуем вновь вступивших в ассоциацию членов Дмитрий Александрович Минин. Вот буквально минуту назад, можно сказать, растворился. Вероника Викторовна Шведова. Поздравляем. Спасибо. От вас тоже. Большое спасибо. Я хочу сказать, что членство в этой ассоциации – это огромная поддержка и в моем личном развитии, и как личности, и как терапевта. И огромное спасибо за возможность на этом съезде продолжить профессиональное общение. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно. И Ульяна Петровна Старикова. Давайте тоже поздравим ее с вступлением в ассоциацию. Можно от вас ваши, так сказать, чувства, как в гештальте, что сейчас и здесь происходит, и, может быть, планы, идеи. Большое спасибо. Я очень рада, что я стала членом ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Потому что мне это очень близко, именно это направление. Я счастлива, что у меня есть такая возможность обучаться у таких профессионалов, как вы, стоять с вами на одной сцене. И я надеюсь, что в дальнейшем буду только развиваться в этом направлении. Большое вам спасибо. Мы тоже вам этого желаем, и будем вместе развиваться. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. И позвольте торжественный момент усилить. Торжественный момент. Сюрприз. Сюрприз, да. Для самого Андрея Геннадьевича Каменюкина. Для человека, которого мы сейчас будем чествовать. Он даже отдалился на время. Но это наш ближайший друг и коллега, как вы хорошо знаете. И ему вручается премия за административный проект. За внедрение принципов, опять же, когнитивно-поведенческого подхода в развитие своей клиники и всего, что в ней происходит. Внутри, как построено, как работа построена с сотрудниками и взаимодействие, оно отражает именно как раз когнитивно-поведенческий подход во всем. И структурированность, и четкость, понятность, и прозрачность. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, так и есть. Действительно, CBD-подход, он же универсальный, в бизнесе используется и в терапии, поэтому, собственно, правдиво. Но я хотел сказать еще пару слов, на самом деле. Это называется реализация мечты, потому что я Дмитрия Викторовича знаю очень давно, и я помню вот эту фигурку, только в металлическом исполнении у него на столе, уже, наверное, лет с 2000-го года, по-моему, или 2001-го года. То есть вот с тех пор прошло столько времени, и я все время хотел такую фигурку получить, и мечта свершилась. Это первое. Это первое. А второе. Ну, понятно, что клиника, да, реализуется, работает, но идея рождается у одного человека, а воплощается она всегда, конечно, при помощи других людей. То есть здесь важно понимать, что один я не реализую, не воплощаю. На каком-то этапе, да, это были какие-то там привлеченные люди, а все-таки в основном это были друзья, которые поддерживали, и Дима, и Алиса, которые тоже своим участием помогали и продолжают помогать и участвовать. Так что идея, да, у одного рождается, но действует, собственно, само воплощение происходит только в виде команды. Спасибо. Спасибо. Вообще круто. Чувствую себя почти как на Оскаре. Да, 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 да. Здорово. Спасибо. Мы хотели, чтобы это была такая минута торжества, и если Арон Бекк – это пример активного долголетия, да, 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 давай обнимемся, покажем еще раз фигуру, сфотографируем. Да, 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 да. Если Арон Бекк – это пример активного долголетия, то мой друг Андрей – это как раз пример, как КПТ помогает структурированию. То есть как КПТ влияет на бизнес-процессы, как КПТ влияет на организацию. И вот здесь мы видим, что это выход тоже за пределы клинических мишеней, что это выход за пределы только такой лечебной модели, что это и коучинг, что это и бизнес-процессы. Поэтому здесь, Андрей, воплощение вот таких сосредоточенных, скрупулезных, последовательных шагов, которые приводят к такому качественному результату. И каждый, кто был в нашей клинике, может увидеть, как она выглядит и какое впечатление она производит, какую атмосферу она создает. Поэтому здесь мы видим воплощение когнитивной такой жизни внутренней насыщенной во внешней среде. Поэтому мы уверены, что развитие КПТ будет влиять не только на симптомы или синдромы или личность наших пациентов, но и влиять на окружающую среду. Мы видим улучшение мира только через развитие людей. И здесь это классически проявляется в ключевых фигурах. И я тут не побоюсь, пусть меня обвинят в пафосе, но ставить вот в один ряд и фигуру Аарона Бека и фигуру Андрея Каменюкина. Так что давайте еще раз его поприветствуем. Но кто следит за нашей лентой, они вдвоем обнявшись сидят на одной такой известной нашей фотографии. И в клинике она тоже есть. Поэтому здесь вот это слияние двух титанов, оно и не случайно. Далее в номинации «Социальный проект», так как вообще психологи, ну и мы психотерапевты, мы занимаемся много социальными проектами. Хотелось бы вручить премию Павлу Алексеевичу Федоренко за его систему здорового мышления. Это интернет-ресурс, интернет-проект для наших клиентов. Помощь как раз в наведении порядка в голове. Сейчас мы вручим Павлу Сергеевичу Метленко. К сожалению, Павел Федоренко нас покинул в эту торжественную минуту, но у него были серьезные планы на этот вечер. К сожалению, такие перестройки и избыточная когнитивная гибкость, может быть, иногда мешают другим планам. Поэтому вот мы передаем, и мы надеемся, что Павел Сергеевич довезет в целости и сохранности эту фигуру и передаст дух и атмосферу этого торжественного вечера. Благодарю. Благодарю. Очень такой волнительный момент. И благодарю Дмитрию Викторовичу и Ассоциацию за эту отметку такую, за эту награду. Это для нас очень важно, потому что это мотивирует нас еще больше работать и делать вклад свой. Благодарю от лица всей нашей команды. Будем работать. Спасибо вам большое. И позвольте вручить приз за социальный проект, вот эту премию Павлова с этой знаменитой уже не первый век, получается, собакой. Нашему дорогому другу и такому лидеру, кто видел его красочные ролики, насыщенную речь, понимают, о ком мы уже догадываются, о ком мы сейчас говорим. Это человек, который в интернете поднял на уши всех тревожно-фобических пациентов и перевернул их душу в хорошем смысле слова, воплотив, так сказать, идеи Элиса, что надо идти в народ. И надо быть ближе к людям и говорить с ними на одном нормальном, понятном человеческом языке. Ну, хотя бы АБЦ написать вместо СОР. Вот здесь наш дорогой друг Алексей Красиков – это просто классический пример, как надо развивать и себя, и потом помогать другим людям. Вот здесь это реальный социальный проект, потому что это просто такое заражение в хорошем смысле слова изменениями и таким красивым, во всех смыслах тоже не побоюсь этого слова, примером гармонического сочетания успешности. Успешности, опять же, несмотря на сегодняшнее общество потребления, в хорошем смысле слова, у него еще осталось хорошее значение. Вот успешность Алексея здесь сказывается во всем. Ну, попросим Алексея. Вы только посмотрите на фигуру Алексея, такого классического атлета и атланта. Его успешность и как психолога, как специалиста, и успешность социальная. Вот пример здорового роста и развития психолога, специалиста, КПТ-терапевта. Это, на мой взгляд, вот такая уже для Голливуда готовый сюжет, готовая картина. Спасибо большое, дорогие коллеги, дамы и господа. Не ожидал, что достуюсь. В 2011 году, когда я начинал канал «Немроза Мегаполиса», я был одним из первых на российском Ютьюбе, который вообще произнес слово вегет сосудистой дистонии. И это, как Дмитрий Игоревич сказал, действительно как-то взорвало всю историю российского Ютьюба. И я не думал, что через 7 лет я получу какую-то отметку моей блогерской деятельности. Я изначально учился в институте психоанализа московском, потом был завербован в Санкт-Петербург, и до сих пор не развербуюсь. Спасибо большое. Миссия канала «Немроза Мегаполиса» была и остается популяризация психотерапии. Можно по-разному относиться к видео, диспутировать, обсуждать. Но суть одна. Российской психотерапии требуется большой старт на 150 миллионов примерно, которые нуждаются в объяснении, что эмоции являются основой тех проблем, которые имеет сегодняшнее наше российское население. Поэтому я бы хотел, чтобы каждый участник и член АКПП имел маленький свой канал, который принес бы еще больше вклад в российскую психотерапию. Не бойтесь этого, это не стыдно, это интересно, и получать обратную связь от тысяч людей – это очень приятно и полезно. Спасибо.